Добрый день. Платный вопрос. Человек рассказывает свою ситуацию. 31 год, с 16 лет первая паническая атака. Проходил обследование соматически здоров. Изначально хорошо помогал феназепам некоторое время, достаточно длительно его принимал. 6 лет и в общем-то все было прекрасно с перерывами небольшими. Потом феназепам перестал помогать и дальше пошли разнообразные назначения антидепрессантов. Антидепрессант плюс нейролептик, когнитивно-поведенческая психотерапия, разные виды антидепрессантов. Фенлофоксин, Золофт, Прозак, Анафронил. Я так понимаю, что без такого вот внятного улучшения. Из жалоб, остынея, апатия, бывает сонливость, головокружение, раздражительность, несосредоточенность. Соматические симптомы разнообразные тут описываются. Ну, также присутствует страх смерти, страх сойти с ума, превратиться в овощ. Предполагаю, что есть депрессивная симптоматика, ну что вполне логично. Ранее приятные виды деятельности не приносят удовольствия, сниженная либидо и потенция. Человек принимает Золофт, то что вполне логично. Нарушение когнитивных функций, неуклюжесть, забывчивость, рассеянность, беспокоит фобию, тяжело ездить в метро. Соответственно, вопрос, скажите, как дальше быть, подбирать лечение или возвращаться к фенозепаму, может ли еще какие-то методики психотерапии, электросудорожной терапии или что-то еще. Ну, с учетом того, что вот предыдущий вопрос, который касался стертого биполярного аффективного расстройства, либо биполярной депрессии от того же автора, конечно, насчет биполярного чего-то я здесь в вашем описании ничего такого однозначного не прочитал. Возможно, конечно, при очном наблюдении бы оно как-то и устанавливалось, но тут не видно. Что со всем этим делать? Ну, я бы сказал, что однозначно присутствует тревожный синдром, однозначно присутствует депрессивный синдром, присутствует соматизация и того, и другого. В плане терапии, да, у вас использованы антидепрессанты нескольких групп, я бы не сказал, что использовались наиболее мощные антидепрессанты. Так что в плане антидепрессивной терапии здесь еще есть, так скажем, шаги, которые, на мой взгляд, имело бы смысл рассмотреть и, возможно, предпринять. В отношении использования феназопама вполне можно попробовать возобновить его прием. Единственное, что я бы обратил внимание на то, что все-таки если вы его используете достаточно постоянно, то уж тогда делаете двухнедельный курс, потом неделю перерыва. А не так, что принимать подряд до тех пор, пока он вообще не перестанет действовать. В отношении электросудорожной терапии, ну, честно говоря, я сильно сомневаюсь, что это имеет смысл, потому что, как я понял, депрессивная симптоматика не такая уж и сильная, а используется электросудорожную терапию. Метод для преодоления именорезистентной депрессии здесь, на мой взгляд, чрезмерно. Уж если на то пошло, то я бы попробовал другие методы преодоления резистентности терапии. Это, во-первых, медикаментозный обрыв, то есть прекращение приема всех препаратов, чтобы хотя бы понять, как вы на сегодняшний день себя чувствуете вообще без лекарств. И потом возобновление терапии, ну, уже, естественно, скорректированной. Вот. Либо другой вариант, депривация сна, тоже может быть использован, но, конечно, желательно все это делать только под наблюдением врача. Относительно психотерапии, психотерапия в любом случае, конечно, показана, но особых надежд я бы на нее не возлагал, поскольку, по крайней мере, по вашему описанию, никаких признаков психогенности этого состояния не отслеживается. А психотерапия наиболее эффективна, конечно, в терапии психогенных, психоэмоциональных расстройств. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего. До свидания.